Продолжение воспоминаний Петергофского сторожила Ивана Петровича Андреева. На другой день у дворца видел французских маяков с нашими гвардейскими матросами. Наши точно нарочно подобранные, рослые, здоровые, французы же, худощавые и малорослые, ходили обнявшись. А один наш матрос носил француза, как ребенка на руках. Все смеялись, говорили по-своему и были навеселе. Наконец кончились празднества. Французы отправились во своясе, но что-то тревожное носилось в воздухе в разговорах с рослых. И вот, как удар грома прогаймело Сараевское убийство, и все завертелось, как в калейдоскопе. Одна картина страшней другой. И, наконец, манифест о войне 19 июля. Наступила ясность, разрядка. Началась мобилизация. Мы, ребята, старались проспеть везде. И в конно-грейнодерских казармах, где были пункты приема мобилизуемых. И в драгунском полку, где тоже целые дни шла напряженная работа. И что казалось странным, даже нам, ребятам, не было совершенно пьяных. Винные лавки были закрыты так внезапно, что никто не смог запастись водкой. Нас мальчишек, вертевшихся среди призываемых, знакомых, просили сбегать в казенку за водкой. Но они оказались все закрыты. Даже те, кто шинкалил, и те не смогли сделать запасов. Не знаю, кто додумался до такой простой мысли. И сделано это было так просто и быстро, что я, и теперь, вспоминая эти дни начала войны, удивляюсь. В первые же дни мобилизовали папу Крестного, папиного брата Константина, служившего в действительную службу в первом липе гвардии в стрелковом полку старшим унтер-офицером. У него в январе, в крещении, умерла в родах жена, оставив двух новорожденных сыновей. Одного мальчика мама взяла к себе, а другого взялась растить его теща. Кроме этих, остались дочь Ольга восьми лет и сын Анатолий, двух лет от рода. Папу Крестного отправили в Царское село, где стоял полк, а оттуда на границу с Восточной Пруссией, в армию генерала Самсонова. Мама ездила к нему в Царское и, вернувшись, говорила, что видела, как гусары перекрашивали своих белых и серых лошадей в серо-зеленый защитный цвет. Уже через несколько дней Уланы погрузились и отправились на фронт. Перед отправкой у Уланского собора Петра и Павла утром пасмурного дня был построен в пешем стрелковом строю Весь полк С северной стороны у собора поставлены были стол, аналой и построен знаменный взвод со знаменем полка. Ожидали прибытия императрицы Александра Федоровны, шефа полка. Вскоре и она прибыла с дочерьми и с Витой. Все были одеты в белые платья и шляпы. Начался напутственный молебен, по окончанию которого все Уланы, солдаты и офицеры подходили к государине, целовали руку и она одевала на каждого образок. Папа и я стояли совсем рядом, не было никакой охраны, и мы все видели очень хорошо, даже лицо государыни. Оно было печально и влетно. Сразу же полк начал грузиться на Новопетергофском вокзале и вечером отправился на фронт. Остались только мастерские и кадры для приема пополнения. Чуть ли не в тот же день я ходил в Заячий Эмис на Садовую улицу на вторую дачу Николая Николаевича Белея и слышал музыку и крики «Ура!» в Драгунском полку. Оказывается, это приезжал государь провожать Драгун. С самого начала войны по всему берегу начались работы по устройству оборонительных сооружений. Рыли стрелковые окопы, строили блиндажи, проволочные заграждения. Пошли разговоры смогут ли немцы прорваться до Петергофа. Одни говорили одно, другие другое. Вспоминали даже 1854 год, когда английская эскадра была в виду Кронштадта. Особенно знатоки стратеги соберутся где-нибудь и заводят такие тонкие рассуждения, что только оставалось диву даваться. В церквях служили молебны о даровании победы, а Святого Синода во всех церквях за богослужением читали особую молитву. Также читали ее и в школах, и гимназиях, на утренних молитвах. В установленное время начались занятия в школах. Я не любил немцев. Как только помню себя, кругом только и слышно было о немцах плохое. Немцы презирали нас русских, нагло лезли во все щели, чтобы только захватить кусок побольше и пожирней. Папа потерял хорошее место в царском из-за немца Ремпена. Моя неприязнь к немцам доходила до того, что я не мог читать книги, сочиненное имя. Как только я узнавал, что какая-нибудь интересная книга написана немецким автором, я терял всякий интерес к ней. Когда в начале войны в газетах появились рассказы вырвавшихся из Германии русских, поехавших на немецкие курорты, я думал со злорадством. Так вам и надо, никто вас туда не гнал, вот теперь и понюхали немецкой культуры и гуманности. Как только началась война, в газетах и журналах появились романы, описывающие тефтонские зверства, страдания женщин и детей. Удивительно, как только была объявлена война, отношение культурных немцев к русским резко изменилось. германских подданных выселили в отдаленные губернии. Образовалось общество борьбы с немецким засилием. Папа также вступил в него. В училище училось несколько ребят немцев колонистов. Особенно запомнился Фрицлер, худенький, с оттопыренными ушами, головой, редька хвостом вниз. Его почему-то особенно дразнили ребята. И он по этой или причине по другой скоро перестал появляться в училище. Антинемецкие патриотические чувства проявились также и по отношению к преподавателю немецкого языка Тиллик Петру Рейнгольдовича или как ребята звали его Петру Еничу. Был он высок ростом седой до белизны и необыкновенно красной кожей, просвечивающей сквозь волосы. Вспоминая теперь, как ребята его разыгрывали на уроках, делается стыдно. И жаль старика неповинного в немецких гнусностях, но уже за то, что он немец, подвергавшегося неприязни ребят. Почти ни одного урока не проходило без того, чтобы ему не устроили какой-нибудь каверза. в которых должен сознаться я принимал самое деятельное участие. То, отпросившись из класса, мы потихоньку подтаскивали деревянные диваны, стоявшие в зале к двери класса, ставили их друг на друга, потом, набрав воды в самодельную спринцовку и, заметив, что Петр Йеныч стоит против двери, смотрели через замочную скважину, через эту скважину прыскали водой. Петр Йеныч бросался к двери, толкал ее, и диваны со страшным грохотом летели на пол. Мы же прятались по огромным уголкам и ни разу не попались. Всех наших проделок теперь и не припомнись. Конечно, он жаловался Александру Николаевичу. Тот на утренней молитве говорил о недопустимости и неприличии травли такого почтенного человека, как Петр Йеныч. что немецкий язык нужно знать, даже если это язык врага. Но все продолжалось по-прежнему. Как-то хмурым ноябрьским утром часов восемь я еще не ушел в школу. К нам пришел из Зайчьего ремиза дворник Иван Макеевич и сказал, что Николай Николаевич Белей ночью скончался. Это случилось 12 ноября 1914 года в четверг. В воскресенье были назначены его похороны. С утра папа и я отправились в Зайчий ремиз, где на даче по садовой улице должно было быть отпевание Николая Николаевича. Много народу толпилось. На улице в большом дворе люди входили через главный вход в дом попрощаться с покойником по православному обычаю и попрощавшись выходили во двор. Наконец приехало духовенство. Пришли певчие. Задержка была потому, что было воскресенье и в церквях шли обетни. Хотя Николай Николаевич был англичанин и протестант, но его отпевали по православному обряду. Так решила его вдова Вера Семеновна. После отпевания травная процессия тронулась медленно с духовенством и певчими на Троицкое кладбище. У школы, построенной и содержимой наследства Николая Николаевича, процессия остановилась и была отслужена лития. И с пением «Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертник, помилуй нас!» движение продолжилось. На Троицком кладбище в склепе, где стояли гробы с первой женой Николая Николаевича и его сыном, было приготовлено место и для него. Гроб с телом поставили цинковый, отслужили литию и цинковый гроб запаяли, спели вечную память и все было кончено. Вдова Вера Семеновна сказала служащим, что никаких изменений не будет, все остается по-прежнему. продолжение следует.